То есть, вот я хочу приобрести вот этот товар, вы мне не продаёте его, я правильно понимаю? Нет, вы мне скажите, да или нет, вы мне не продаёте. Вы не продаёте. Адрес назовите магазин, где мы находимся, сегодняшнюю дату. Ленина 44. Ленина 44. Сегодня какое число? Сегодня 5. Чего 5? 5 января. 2021 года. 22 уже. 22, хорошо. Смешно? Конечно. Посмеёмся вместе потом, хорошо? Всё, хорошо. Я надеюсь, моё видео нигде не будет фигурировано. Везде. Вы должностное лицо. В полном фильмах типа. Ой, ну знаете, я иду, никто не прельстится. Что начало? Кому не положено? Нам не положено. Пропускать людей без нас. Девушка, вот эта запись, да? Я сейчас туда буду говорить. Эта запись? Нет. Вот. Вот эта запись. Вот. Так, хорошо. Тогда давайте по-другому. Вот не хотела я с вами сложиться, честно. Не хотела. Ну, мне тоже не опустили. Вот. Девушка, я просто говорю вам. Вот на основании Конституции вы имеете право ограничивать и вашего закона о правилах торговли. В редакции 30 декабря 2020 года, пункт 10. На основании федерального закона вы имеете право не отпустить ни товар, ни на основании постановления губернатора, которое распечатано без подписи, без печати мастичной, которое не имеет юридической силы, не акцептовано. Я понимаю, что у вас незаконно взыскивают эти 500 рублей. Мне вас очень жаль. Ну, я подчиняюсь федеральным законам, понимаете? У кассира распоряжения руководства. Я понимаю, я понимаю. У кассира распоряжения. Я все поняла. Девушка, спасибо. Ну, я человек. Я хочу есть. Тут долго будете федеральный закон, это мы будем. Да, да. Я согласен. Пожалуйста. Я соглашусь, я не входит. Я просто... Да. Ну, вы так считаете нужным, мы так считаем нужным. Это ваше право. Как считать, просто идут в другой магазин. Нет, ничего. Почему? Конституция есть, да. Ну, если у вас маски нет. Перезагон, все равно не спорят. Давайте так. Давайте так. Тогда книгу жалоб и предложений. Пожалуйста. Ну, раз уж вы не хотите, что ж теперь делать? Девушка, вы не откажете, просто так шарфиком оденьте и все, пожалуйста. Каким шарфиком? И все, вы ничего страшного. Ой, девушки. Я, знаете, я уже просто устала, мне уже надоело это. Я никакие шарфики одевать не собираюсь. Как детский сад, ей-богу. Завтра ваши дети погонят по этапу, и вы слова не скажете. Что, тебе, Господи, сумай? Книгу жалоб и предложение можно? Сейчас я сниму, что мы собирали. Зайк тогда. Снимаю. Скажите, пожалуйста, вы нам отказываете в продаже при наличии товара. Правильно я понимаю? Вы почему меня снимаете? У вас есть разрешение? Да. Конституция Российской Федерации. Нет. А вы что, честное лицо или должностное лицо? Если вы тут никто, ну освободите место. Если должностное, предъявите паспорт. Вы на работе. А почему вы на работе? Ну если вы на работе, предъявите, кто вы. Вот я сейчас поверю, бейджик. Я ваш директор. Вы мне поверите? У нас есть кто-нибудь. А при чем здесь бейджик? Удостоверение личности, ваш паспорт, пожалуйста. Я человек. Ну а с какой стати я должна вам предъявлять паспорт? А с какой стати вы с меня требуете маску? Вы кто? Вы кто? Постановление губернатора. Какого? А вот это пишите. Вот, пожалуйста, у нас. Вы кто? Вы на основании чего меня ограничиваете? Вы меня ограничиваете. Вы меня ограничиваете. Девушка, вы меня ограничиваете. Вот звоните. Я никуда звонить не буду. Мне дайте, пожалуйста, ваше руководство. Конкретно ваше. Какое? Ваше руководство. Нет, не ваше руководство. Ваше магазин МАН. Магазин МАН. И представьте, фамилия, имя, отчество, паспортные данные. То есть неопознанное лицо ограничивает мои права. Ходит машет руками. Вы кто вообще? Вас как тут звать? Вы кто? Я покупатель. А вы кто? Я не собираюсь подняться. Давайте я вас буду снимать. Если вы говорите, что вы при исполнении, я могу вас снимать. Если вы частное лицо, то нет. Если вы частное, то идите на все четыре стороны. Давайте книгу, предложение. Я жду. Сейчас не могу найти листочек. Что? Где листочек? Листочек. Дайте вы считаете. Постановление в директор. Ой, девушка, я вас умоляю с постановлением. Не надо. Дайте мне федеральный закон. Нет, я не могу найти это. У вас, короче, ни ручки, ни постановления, ни книги жалоб. Ничего нет. Где уголок потребителя? Вот, я вам показала. Это не уголок потребителя. Это не уголок потребителя. Иннен. ОГРН, организации. Фамилия мечта директора. Телефон. Правила торговли. Где? Где? Так. Подожди, подожди. Где книга жалоб и предложений? Какая редакция закона? 15-го года. Старый закон потребителей. Постановление правил продажи. Какой год? 15-й год. Все старые правила. Давно уже новые. Что еще есть? Книгу жалоб и предложений. Будет? Вот. Свидетельство. Так. Претензии жалобы нефтяников. Все. Больше ничего нет. Книга жалоб и предложений будет? Девушка, будет книга жалоб и предложений? А там написано, куда послать. Письма нам видят. А вас куда послать? Книга жалоб и предложений по закону у вас должна быть? Нету. Нету? Нету. То есть книга жалоб нет. Вы ограничиваете все мои права. Да что вы говорите? Только у интернет-магазинов. Вы, розничная торговля, у вас обязана быть книга. То есть ее тоже нет. То есть, во-первых, непонятно кем, не представившись. Девушка, вы кто? Сначала представьтесь, когда вы мне диктуетесь. Старший смен. Пожалуйста, паспорт. Фамилия, имя, отчество. А тогда что вы тут стоите? Свободны. Свободны. Вы никто. Паспорт покажете паспорт, покажете приказ, кто вы здесь. Я вас не знаю. Я тоже сейчас нацеплю бейзик и скажу, что я директор магазина. Вы мне поверите? И скажу, как строится. Вы не поверите? Так что свободны. Давай. 119 статья, пункт 3. Ложный вызов в полицию. Она еще стоит, меня ограничили. Понимаешь? Да, да. Ты награничила? Давай еще. Тебя отошло? Отошла. Ты уже 10 раз спросилась? А отошла. Я отойду. Девушка, статья 203 УК РФ, если вы нас не выпустите. Не будем. Мы ждем в полицию. 330 самоуправство называется. Мы ждем в полицию. Давай. Давай. Она меня еще ограничивает и закрыла меня здесь. Что такое? Ты кто такая? Ты правда? Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Дети могут страдать. Ничего, если они тебя учились. Умная женщина так не может говорить. Но зато умная может пограничить права другого человека. Настя, снимай сразу. Сейчас зайдет, полетая сразу снимает. Уйди отсюда. Пропусти меня. Быстро пропустила. Пропустила меня отсюда. Какую полицию? Чьи права нарушены? Мои, не твои. Вы меня оскорбляли. Каким образом? В смысле? Каким образом вас оскорбляли? Плохие слова говорили, снимали. Какие? Какие плохие слова конкретно? Иди отсюда. Так вы ограничиваете мои права. А что я вам должна сказать? Детей нет. Ну а что ты хочешь? Наелась. Ну что, наелась или ты голодная? Здравствуйте, нам не дают выйти с магазином. Не объясняют причину. Говорят, ждут полицию. Ограничивают наши права. Закрыли дверь, не выпускают из магазина. Адрес, скажите, пожалуйста. Ленина, 44. Радиш, Ленина, 44. Город Лошадь. Да. Анастасия. А зачем я должна вам это представлять? К Анастасии. Что-то нас тут одних не выпускают. Дай, пожалуйста. Сейчас, минутку. Ага. Который мы взяли, есть в наличии. Ага. Мы попросили представиться, что ограничивает наши права, когда тут институция. Нас могут ограничить только на основании федерального закона. Правила торговли в пункте 10. Ну подождите. Давайте вы сначала скажите мне. Алина! В чем причина? В чем причина? Я говорю, я подошла на кассе. Ну. Хочу окончить. Ага. Мне говорят, я надените маску обслуживать не буду. У меня нет маски. Я не ношу маску. У меня... Я хочу дышать. Понимаете? Ну давайте я с вами начать с вами спорить. Есть постановление губернатора, где написано, что должны маску надеть. А представьте, пожалуйста, вы. Вот кто? Сотрудник группы быстрого реагирования. Гарантия. Волгоград. Лазарев Андрей Михайлович. А вы относитесь к какому отделению? Я ни к какому отделению отношу. Это частники. Частное охранное предприятие. А какой тогда вообще-нибудь право выменять? Частное охранное. А я вас не ограничиваю, я приехал сюда разбираться. Нажали тревожную кнопку. Хорошо. Я хочу выйти, меня не пускают. Куда выпускают? Выседли. Сотрите, пожалуйста, это. Все. Начинают открывать продукты. Я не открывала. Подождите. Продукты оставьте. 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 Пожалуйста. Тогда мы ждем дальше милицию. Это ваш частники. Теперь мы ждем милицию. Дальше. А кто полицию вызывал? Я. У меня ограничили передвижение. У вас передвижение не ограничили. Ограничили. Вы сотрите все заднику. А зачем? Мы не давали согласие. А почему вы должны давать согласие? Вы присправнили? Или вы тут никто? Почему? Вы нас снимаете. Да. Извините. Товар остался весь. Товар остался весь. Товар. Она неизвестно открыла или нет? Нет, не открыли. Ну, посмотрите его. Вы затеяли скандал какой-то и это. И теперь вы собираетесь. Ну, кто не задел. Девушка, отпустите и вы пошли, я сказала. Идите, пожалуйста. Идите, 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 идите. Идите, пожалуйста. Идите, идите, идите. Идите, пожалуйста. Нас ограничили в правах. Ну, в каких вас правах ограничили? Кто вы ограничиваете в правах? Идите, вот эта женщина. Не хотелось бы, чтобы она представила. Полностью дала паспорт. А ты кто? Я сейчас этот жидиректор. Вы не поверите? У паспорта, она паспорт. Упостерение личное. Она не обязанного паспорта. Она не обязана меня ограничивать. Она никто. Мы начали требовать, что? Давайте, подождите. Давайте сначала я поговорю. На каком основании на ограниченных правах? Давай. Смотрите, у вас товар в руках был? Был. Был. Вот этот подмышкой. Вы хотели с этим товаром выйти, да? Нет. Я взяла тут стоял и хотела выйти. Тогда поставьте его на место. Пожалуйста. И, пожалуйста, можете быть вести с ноутбуками. Теперь полицию буду ждать. Полицию кто-нибудь вызывал? Мы вызывали. Мужчина ей говорил, иди по залу ешь и пей. Уже все оплачено. Все оплачено. Ну, и что? Если вам в этом нет, она уже собиралась открывать. Ну, она открыла бы. Это не отработало что-то. Ну, правильно. Я бы выпила, оплатила бы вам. Вы не хотите в родину? Вы готовы? Они не могут принять у вас товар. Почему? Женщина. Почему? Я вам объясню. Девушка говорит, не надо меня снимать. Я, по-моему, ничего такого против вас не говорю. Вот видите, у нас тоже. Ну, они имеют право снимать. Нет, они имеют право снимать. Так она выложит. Я не знаю. Ну, вы знаете, что вы не против закона. Если она выложит этот товар по закону, написано так. Если она выложит это видео без вашего согласия, вы имеете право подать пойти в суд. Это называется вмешательство в частную личную жизнь. Не все. Молодой человек. Вы тоже сказали, что она частное лицо. Оно тут никто. И это никто граничит мои права. Вы лучше бы сказали. Он не против должности. Нарушение. Я говорю, что... Запрет на съемку. Вот мы снимаем, они нам запрещают. Это уголовный кодекс, который нарушает... Это не уголовный кодекс. Это административное правонарушение. Вы мне сказки не рассказываете. Она нарушила права. На каком основании? Она не представила. Кто такая Татьяна Клименцева? Я не знаю. Я сейчас надела вот эту жилеточку. Скажу. И скажу. Я вам скажу. Этот вопрос решается просто. Вы поставили товар. Да мы не брали их товар. Я уже взяла этот товар. Они нас ограничили. Мы остались. Я хочу бить. Я взяла этот товар. Я вам еще раз объясню. Пожалуйста. Вы имеете полное право идти домой. Выдвигаться. Вас никто не ограничивает. Но. С товаром не оплачиваем. Выходить нельзя. А я не выходила с неоплачиваем товаром. Они по постановлению губернатора. Без одетой маски. Вас не имеют права. Хорошо. Давайте так. Давайте сразу разберемся. Точки надо поставить. Я туда еще приду. Я живу рядом. Конечно. Не надо сюда приходить. Почему это не надо? А вы то что не ограничиваете? Потому что здесь в маске только обслуживают. Что вы говорите? Женщина. Женщина. Почитайте. Почитайте. Почитайте постановление губернатора Волгоградской области. А вы почитаете закон? А значит подождите. По правилу второго в пол десять. Дальше. Дальше. Подождите. Дальше. Я вам объясняю. Что в данной ситуации нужно сделать. Вы ходите. На бирке написано. Магазин. Номер его. И адрес. Вы обращаетесь в наш Роспотребнадзор. Конечно. Не, не, не. Не в Роспотребнадзор. По защите прав потребителей. Не, не, не. Это будет по-другому сейчас. Вы можете написать в прокуратуру. Пожалуйста. Просто будет сейчас в полицию заявление, а не в прокуратуру. Пусть будет заявление в полицию. Да. Пусть будет заявление в полицию. Да. Но к вам полиция тоже предъявит претензии. Какие? что вы без маски находитесь. Я имею право. На улице? Не имеете право. На улице, да. И тут имеете право. А в магазине не имеете право находиться без маски. Вам конституция открыть? В местах скопления людей. Где, где-в, где? А выходите, а вы почитаете Это общественное место. Вы согласны что мной? Я тут была на тот момент одна с девушкой, с людьми. Это общественное место. Это магазин. У нас сейчас в стране... Я дискутировать не хочу. Даже дискутировать. Я заявление пишу в полицию и все. Пожалуйста, вы имеете полное право обратиться в полицию и написать заявление. Он паспорт не обязан разъявлять. А вы не должны ограничивать. Я вас не ограни... В чем я вас... Вы вообще понимаете, вы не шаги на... Вы тоже никто. Я вас в чем ограничил? Я вас лично в чем ограничил? Нет, вот вы приехали защищать. Да, я приехал защищать. На основании магазина... На основании чего? Они меня не пускают. Куда? Из магазина. Они меня не пускают. Меня нажали... Вы послушайте, нажали кнопку тревожную. Наш чоб реагирует на тревожную кнопку. Я вам сказал. Гарантия Волгоград. Гарантия Волгоград. Адрес. Руководитель. Кто? ИНН Украинской организации. Это я вам не обязан говорить. Обязанный? Это открытые данные. Это открытые данные. Открытые данные, пожалуйста. Я точно так же могу написать. Я вам. А за что вы на меня напишите претензии? Ну, а на основании чего вы приехали? И начинаете мне что-то говорить, когда меня не пускают. Мои права ограничены. Вы вообще кого-то можете выслушать? Или вы только слушаете только себя? Ну, женщина, вы послушайте. Я мужчина. Я мужчина вообще-то. Да. Ну, извините. Извините ради Бога. Извините. Оскорблять меня не надо. Я считаю, что для меня это оскорбление. Вы меня женщиной назвали. Она извинилась? Я извинилась перед Богом, потому что сделаю ошибочно. Вот ошибочно. Я говорю, вы никого не слушаете. Не убирайте, не убирайте. Я вам сейчас буду это забирать. Да вам полиция это не разрешит за купление. Да что вы говорите? Ну, правда говорите. Не убирайте, девушка. Не носите зря. Не носите. Можно на ваше удостоверение? Пишите на паспорт. Номер жетона еще. Номер жетона. Сейчас мы с вами познакомимся и будем дальше все разговаривать. Можно, да, мы подсменили? Ну, можно не подсменили. Почему не дать снять? Дубовый Владимир Андреевич. Дубовый Владимир Андреевич, я вот официально отдаю вам документ. Пожалуйста, отпишите. Почему не подсменили? Ну, возьмите тогда его. Пожалуйста. Напомню, можно? Пожалуйста, вот можете даже. Пожалуйста. Пожалуйста, прочитайте. Суть проблемы в том, что мы зашли в магазин. Мы там, кстати, корзиночку набрали продуктов, положили на кассу. Хотели оплатить. Нам отказали в обслуживании в связи с тем, что мы не можем одеть масочку. Я не могу одеть масочку. У меня с органами дыхания проблемы. Я ее, в принципе, не ношу. Понимаете? И мне не показали ни одного закона, ни одного постановления, на основанном которого меня ограничили в правах. При этом, когда я захотела выйти, я хочу, чтобы была установлена личность женщины, которая тут находилась, закрыла дверь и применила ко мне физическую силу. Прошу установить личность каждого, кто здесь находится, паспортные данные каждого, потому что Таня, Вася, Петя меня не устраивает. Я тоже могу надеть табличку и сказать, да все что угодно. Я ваш директор. У поля сжались, наконец. Я хочу есть. Я человек. Мне не дают продукты. Я нахожусь на территории города Волжска в администрации, которая обязана меня обеспечить жизнеобеспечивающими продуктами. Понимаете? Которые вы должны приобрести, правильно? Конечно, я не против. Я хотела приобрести, но мне без маски и без закона. То есть, сейчас я вам обосную свою позицию. Во-первых, я подхожу к уголку потребителей, где должен ввести закон о защите прав потребителей и закон о правилах торговли. Обращаю внимание, 15-го года, в соответствии с правилами торговли, от 30 декабря 2012 года, пункт 10 не имеет права отпустить товар только на основании федерального закона. Согласно Конституции меня могут ограничить в правах только на основании федерального закона. Хорошо. Даже если они ссылаются на постановление глава губернатора, они мне обязаны его показать. Его в наличии нет. Мне показали распечатку без подписи, без печати, вообще безо всего. Это не документ. Если это документ, там должна стоять подпись, печать сенаногрейм мастичная, хотя бы заверенной организацией данные. То есть мне ничего не показали, на основании ничего меня ограничили. Мало ли того, когда я согласилась, когда я согласилась выйти из магазина, оставить продукты, вот эта женщина, прошу установить ее личное. Петричка уголовная ответственность из-за самоуправства. В связи с тем, что она закрыла, применила ко мне силу. Она меня выпускала на улицу и вызывала, а хроника чего? Я силу не применяла. Вы применяли силу, я хотела выйти, вы встали в дверях и меня не выпустили. На каком праве вы держали? А силу я к вам не применяла. Но, извините, я хочу выйти, вы меня не пускаете. На каком основании? Поэтому прошу зафиксировать, принять мое обращение и возбудить уголовное дело. Вот в частности, вот на основании этой жизни, установите, пожалуйста, ее личность, применение, паспорт. На основании чего? Девочки, повесившие бейджик, если они тут никто, почему они ограничивают мои права? Если они тут кто? Исполняют обязанности? Пусть они тоже отпустят нам товар. Я вас не буду. Я вас прошу, хорошо, тогда вы мне купите, пожалуйста, я вам взорву деньги. Тогда вы, пожалуйста, купите мне продукты, вы мне, пожалуйста, купите, я вас прошу. Согласно правилам торговли, никто не имеет права запрещать нам покупать товар по основанию нашего здоровья, какой-то любой дискриминации. Это геноцид, самый настоящий. В постановлении губернатора не введен запрет на продажу товара медицин, которые не носят маску. Там такого нету. Он обязывает носить масочку. Нам не показали этого постановления. Это рекомендация. Нет, они должны мне показать, они меня ограничивают. Нет, спасибо. Спасибо. Я не к вам пришла обслуживаться. Вот у нас рекомендация. Вот, посмотрите, пожалуйста, это не обязательство. Откруйте, что они мне показывают. Распечаточку. Что тут есть? Это документ? Вот этот вот. Беспотность, беспечательность? Нет. Распечаточка. Поэтому, извините, я не знаю, на самом деле, чего ограничили мои права и приняли ко мне силу физическую. Ко мне применяли и все заснято. Ко мне все, я уже отправила туда. Пожалуйста, составляйте протокол. В частности, вот и вот. Два человека, которые меня ограничили. Протокол какой? 14.8. Коап. Да, конечно. Под основанием 14.8. Вы составляете протокол. Меня ограничили. Вот конкретно вот эта женщина. Установите, пожалуйста, ее лично. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас облако есть? Хотите проедем в отдел полиции? Нет, хотим. Я на месте, пожалуйста. Вы уже составляете на месте происшествия. Пожалуйста, зафиксируйте, что мы отдали человеку. Что я не могу? Нет, пожалуйста. Нет, я вам официально дала, на видео сняла и вам официально для регистрации. А вы проживаете где? Тут все написано, пожалуйста. Лени-4113, да? Верно? Да. А полиции вы вызывали, да? Да, я вызываю. А вы вызывали, да, полиции? Нет, они вызывали чок. Поль. Подожди, ты не должен ничего забронить? Ничего не потрогаю. 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 Я хочу написать заявление. Не, 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 не сейчас. Если что-то опять. Не пишите, не пишите. Не оказываетесь на офисе. Да, я? Да. Не паспорт. Не паспорт по словам. То есть она тут не работает. Тогда пусть покажет трудовой договор. Они вам не обязаны ничего не потрогать. Они мне не обязаны? А это почему они ограничивают мои права? Мы не обязаны надевать маску. А это почему ограничивают мои права? Пишите заявление. Извините, я тоже человек. Я не говорю вам, что вы не человек. То есть я пишу, что вы отказались утонавливать личность в связи с отсутствием паспорта на месте. Якобы. Правильно? Вы, извините, на кого пишите? На меня? И на вас тоже тогда, если вы не будете устанавливаться. Я устанавливаю, но не сейчас. Нет, вы сейчас. Сейчас место происшествия. Заявление будет зарегистрировано, а потом будет проводиться. Не-не-не-не. Вы завтра будете ее как встречать? Как? Ну, фотографируй ее тогда. Будем встречать потом. Давай, фотографируй ее. Вот и я фотографирую ее. А. Поближе. Слушайте, давайте спокойно. Я тут уже пишу. Просто тут поважнее сделаю. Вы хотите сказать, что права человека это не важно, что ли? Важно, важно, важно. Ну, пожалуйста, тогда ждите. Я просто не могу из-за вас понимать, я их уже один на месте. Протокольчик сразу составляйте на месте. Какой? По статье 14 пункт 8 Коаперы. Протокол, пожалуйста, на месте составляйте. Я не буду его составлять. Почему не будете? Вы не отказываете от составляния протокола? Да, ничего не отказываю. Составляйте протокол. Это вам нужно в Роспотребнадзор обратиться. Хорошо? То есть вы туда передадите это заявление? Конечно. Либо туда, да. Если бы был я уполномочен, я бы составил. Я не сможу. Можешь понимать, что этим занимается Роспотребнадзором. ПОСТОМОЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты пиши, что я силу применю. Напиши, что постановление мы установим запрет. Подожди, применяю на силу. При попытке выйти. Ещё раз, чтобы выйти на какую-то попытку. По своему клиенту специально в торговом зале. Такую вашу фамилию можно? Конечно. Записывайте. Вы можете в заявлении кратенько всё писать, а потом в объяснении всё подробно... Я не буду ничего объяснять. Я венимонат. Они должны вам давать объяснение. Я вам объяснить больше никаких давать не буду. Я всё сказала, записывайте, если хотите. Объяснение с них. Вы не будете на объяснении. Я никаких объяснений. Я не виновная здесь. Можно, пожалуйста, попросить заявление в конце, чтобы отдать объяснение? Нет. Я ничего писать больше не буду. Прошу. Прошу. Коммерции в ее задании с DIF Ker Avenue Ещё раз во время не тщает рядов. Натемая записна в дешевый активник, Прямо торговки, а какое в декабре? 31 декабря 20-го. Жалоба. 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 Требования. Статья. Концепция. 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 Ну да. Какая статья еще раз? 14. Подожди, что? Что тебе хочешь? По статье 14. Как? Да. Подожди, подожди. 14.8. 14.8. Пункт 5. Так. Пункт 5. 5. Я могу эти листочки вытащить? Ну, видишь, выбираем 1 0 3, 3 4 0 0 3, 4 0 8, 7 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Смофраство. Смотрите, 330. 330. Я дополнительно вам еще видеосъемку на сайт вышлю. РФ, 330 и 136. И 136. Такая раз. Какая жалобка? Татьяна-пельмянка. Подпись зачеркну. Вечности. 11. Свет диновой. И немка. Нигде. На цире. Нигде. 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 На сайт. Нигде. Еще расскажите, как вас зовут? Вас. Владимир. Дальше. Сколько зовут? Представьтесь. 004419. Вы полицейский? Конечно. Вы спросили, как меня зовут? Меня зовут Владимир. Владимир Андреевич. Филу, пожалуйста. Дубовой Владимир Андреевич. Глава Коронавр. Лицейский. Буховой. Владимир Андреевич. Андреевич. Нигде. 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 Четыре. 3, 4, 1, 9, ламбук, оказался устанавливать личности. Смотрите. Воли и славы и хочу страничку поставить. Чтобы был представлен на адрес указанным восходящим. Воли и славы и славы. Воли и славы и славы. Воли и славы и славы. Воли 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 и славы. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Потому что мне никто ничего не придает. Они пусть мне покажут на основании чего. Нет, я не вижу. Они пусть ходят. Я без проблем. Если они мне покажут на основании чего, вопросов нет. Принципиально или что? Я хочу, чтобы уважали человека, гражданин вам. Я пришла купить товар, я принесла им деньги. И все. За это. Спасибо. Пожалуйста. Я что сказала? Звучка, не хочу комиссариться. Отпустите меня и все. Я пошла. Еще и силу приняли. Дверь закрыли. Чоп вызвали. Тинулись на меня. Это что такое? Я не подумала, что у нас здесь корзина. Нет. Корзина там стояла. Даже видео есть на эту тему. Давайте не будем. Конечно, понимаешь, что они сейчас врать будут на пополу. Я понимаю. Это единственный выход. И выйти из положения. Все. Пожалуйста. Все мы вам отдали лично. Что это? Я вам отдаю лично для того, чтобы вы зарегистрировали. Но регистрируется будет вот заявление ваше. Нет, пожалуйста. Я написала, что я прошу это зарегистрировать заявление. Ну, так это тогда приобщено будет, да? Да. Да, это все дальше. Пожалуйста, оплатите нам продукты. И мы пойдем. А где ваши продукты? Вот корзинки, которые мы все набрали продукты. Знаете? Давай. 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 Ну вы, я вас не снимала. Я снимала девушек. Это доказательство того, что здесь происходило. Я говорю, здравствуйте, девочки. Я не хочу с вами ссориться. Представьте, я не пошла. Я не буду трогать. И главное бы еще все, и мы бы ушли, если бы эта женщина не закрыла дверь и не переклеила ко мне силы. Тогда уж, конечно, мы оставим. Возьми свои швинки. Я не могу ссориться. Возьми свои швы. Ну ладно, а знаете, мы вот дарим. Очень согласен. Они что, дома сидят? Они интересные лица. Мне говорят, что мы правы, значит, мы и вогласные лица. Адрая ничего. Они не опустили. Они выполняют свою работу, конечно. Ну, ты купаешь с точки? Можно я сложу? Говорит сложу. А, ты хочешь что-то? Я сама сложу? Хорошо. Просто мне сейчас дороже выйдет это все. Горазбай. 500 рублей правильнее или от 150 до 300 уголовка. Нет разницы? На 300 до 500. За что было? За применение силы. Я вот этой женщине не обстану. Что она меня трогала и не пустала. 739. Саму правду. 350 статья 286. Наверное, знаете, что это такое? Спасибо, что платили. Надо закрывать дверь и ограничивать мое передвижение. Втроём. Можно опали и не знаешь что. А вот так. На будущее вы подготовьтесь. Я сюда приду ещё. Или ограничивайте мои права. Нас дву. А то вы ничего предъявить не можете, а права мои ограничиваются. Ограничивают. И в передвижении. Извините, удовлетворение естественных потребностей. Ограничивают. Это ваше субъективное мнение как человек. А моё? Ограничивают. Применяйте силу. И применяйте силу. Да. Всё бы было мирно, если бы она ещё силы не применяла. Давай. Не надо. Это тяжёлая. Я лично в Беремисенко пойду. Если вы нибудь любите против неуголовного дела. Александр Александрович. Пройдёт профессиональный проект? Да, профессиональный проект пройдёт. С видеоматериалом. Нет. Ещё не хватало. Зайти в магазин и тебе дверь закрывают. Троём накидываются на тебя и не пускают. Причём ты без товара, без всего. Вообще слов нет. Надеюсь, что вы с ними не взговоритесь. Да, я не взговорюсь. Я взговорюсь и затронусь. Всё. Давай начнем. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...